Они хотели не только привлекать, но и увлекать за собой. Колоритные, манкие и талантливые актрисы советского кинематографа проживали не только интересную творческую, но и яркую личную жизнь. Часто экранные чувства перекочевывали за пределы съемочной площадки. Сегодня мы говорим о пяти актрисах, которые уводили мужчин из семей своих коллег. Но, как известно, на чужом несчастье чаще всего счастье не построишь, хотя случались и исключения. Ирина Скопцева. Наверняка многие знают, что она увела у Инны Макаровой мужа. Сергей Бондарчук и Инна Макарова познакомились после войны. У нее еще не было серьезных отношений, а вот он был в отношениях, после которых у него родился сын. Макарова знала это, но Бондарчук считал себя свободным. Потому что еще до войны он серьезно поссорился с однокурсницей Евгенией Белоусовой, а та порвала брачное свидетельство. Потом была война, годы бедствий и лишений, за это время Сергей Бондарчук стал отцом, но ничего об этом не знал. Его история любви с Инной Макаровой началась во время учебы в Авгике. Первый раз пара сходила в ЗАГС в 1948 году. Тяжелое тогда было время, но, несмотря ни на что, романтика в их отношениях обязательно присутствовала. По воспоминаниям Инны Макаровой, Бондарчук закутывал ее в свое пальто и нес на руках до трамвая. Он считал ее своей драгоценностью. Относился с большой любовью, уважением, заботой и вниманием. Через два года после росписи у них родилась дочь Наташа Бондарчук, которая впоследствии пошла по стопам родителей. Но семейное счастье Инны и Сергея омрачилось тем, что объявилась Евгения Белоусова с сыном Алексеем. Бондарчук ни минуты не колебался, а сразу же признал сына, дал ему свою фамилию. Но чтобы записать сына на свою фамилию, требовалось зарегистрировать брак с Евгением Белоусовой. И тогда Инна Макарова сама предложила развестись. Бондарчук оформил брак, документы на сына и сразу же развелся. По сути, это был фиктивный брак. После которого он снова женился на Макаровой. Нет, этот случай вовсе не повлиял на их отношения. Их чувства друг к другу стали только крепче. И казалось, их семья самая крепкая. Но уже скоро Инна Макарова познала измену. Между супругами пробежала черная кошка. Ею оказалась никто иная, а актриса Ирина Скопцева. Это именно она стала той разлучницей, которая увела чужого мужа из семьи. Конечно же, Скопцева не преследовала какие-то корыстные цели. Это были настоящие, светлые чувства, которые возникли внезапно и были проверены десятилетиями. Но Инна Макарова предательства мужа переживала тяжело. Съемки фильма «Отелло», где Бондарчук и Скопцева сыграли главные стали отправной точкой в их отношениях. Закрутился служебный роман, сначала тайный, а потом слухи дошли и до Инны Макаровой. Она, как любящая и мудрая жена, долго не подавала виду, что ей известно об увлечении мужа. Она считала, что это именно увлечение, и оно скоро пройдет. Но не прошло. Были анонимки, о которых Инна Макарова рассказывала. Она считала, что анонимные письма писала материны, она работала машинисткой и штамповала письма. Анонимки шли сотнями. И тогда, превозмогая себя, Инна Макарова сама поставила точку в их отношениях. Она сообщила мужу, что решила с ним развестись. Он долго не давал развод, плакал, упрашивал, часто приходил, когда дочь была в школе, пытался выяснить отношения, помириться, но Макарова была непреклонна. Потому что считала себя очень гордой. Потом она, конечно же, пожалела. Бондарчук и Макарова после 12 лет семейного союза развелись. Не сразу, но чуть позже. Бондарчук и Скопцево все-таки поженились, в браке родилось двое детей. Это именно со второй женой. Бондарчук стал оскароносным режиссером. Но Инна Макарова считала, что Бондарчук не выглядел счастливым. И всю жизнь любил только ее. Однажды она осмелилась и задала вопрос, счастлив ли он. Бондарчук ответил, что не знает. Инна Макарова считала, что он как-то будто боялся Ирину. Но тем не менее, несмотря ни на что, Сергей Бондарчук и Ирина Скопцева прожили вместе долго. Она стала его надежным тылом, не просто женой, а и соратницей, и единомышленницей. Кто-то упрекал Инну Макарову, что она злопамятна, что не простила измены и всю жизнь строила козни разлучницы. Сама она говорила в своих интервью, что вовсе не страдала от недостатка мужского внимания. За ней многие ухаживали. Генералы и члены Политбюро сватались к звезде молодой гвардии и высоты, но она не спешила связывать свою судьбу даже с известными мужчинами. Почти 15 лет она находилась в гордом одиночестве. А потом вышла замуж за известного врача Михаила Перельмана. Так уж вышло, но в этот раз разлучницей стала уже она. Михаил был несвободен. У него подрастало двое детей. Но он оставил прежнюю семью, и они поженились. Кто-то из коллег говорил, что Инна Макарова украсила собой жизнь Перельмана. А кто-то говорил, что она оставалась несчастной, и всю жизнь ждала возвращения бывшего мужа. Еще одна знаменитая разлучница, актриса Наталья Фатеева, увела мужа у Розы Макагоновой, режиссера Владимира Басова. С ним она познакомилась на съемках фильма «Шахта номер 8». Служебный роман закрутился со скоростью света. Наталья Фатеева, невероятно красивая, просто не могла собой не очаровать. У нее был неудачный опыт студенческого брака, но, встретив Басова, она поняла, что он – герой ее романа. Позже она скажет «Роза Макагонова», похоже, ее прокляла. Потому что после того, как Фатеева увела у Макагоновой мужа, в жизни ее неминуемо настигало несчастье. С Розой Макагоновой Владимир Басов познакомился во время учебы во ВГИКе. На первом курсе миловидная девушка очень приглянулась харизматичному и не очень красивому внешне Володе. Он добивался ее как мог, а она не спешила сдаваться. Сдалась только, когда он предложил ей интересную роль в своем дебютном фильме «Школа мужества». Кинокритики отметили самобытный режиссерский талант Басова и великолепную игру молодой Макагоновой. И она сдалась. Пара поженилась. Молодая семья получает комнату в общежитии. Влюбленный Басов делает все, чтобы жена была счастлива. Он выбивает ей лучшие роли, на что кинематографические начальники реагируют не наилучшим образом, намекая, что так поступать неправильно. Но потом в жизни режиссера появилась красивая, молодая и амбициозная Наталья Фатеева. Настоящая хищница и покорительница мужских сердец. Факт предательства для Розы Макагоновой стал потрясением. Поговаривали, что она швырнула в мужа сложенной раскладушкой и чуть не разбила ему голову. Он взял раскладушку и молча ушел к другой, к Наталье Фатеевой. Но с Владимиром Наталья прожила всего лишь три года, и хоть карьера на тот момент складывалась прекрасно, очень скоро в ее жизни началась полоса невезения. Причем, Фатеева заверяла, что она действительно полюбила Басова. У него несколько нестандартная внешность, но его природное обаяние, харизма, потрясающее чувство юмора и такта с лихвой компенсировали его некрасивость. Наталья Фатеева не замечала внешних недостатков мужа. Она восторгалась его талантом. И позже она заметила, что, наверное, так женщины видели Пушкина. Ведь он тоже был не красавец, но женщины непременно в него влюблялись. В браке у них родился сын. Фатеева обожала Владимира Басова. Даже когда в их отношениях появилась запредельная ревность. Он ревновал ее абсолютно ко всем и даже говорил, когда ты уже состаришься. Но вместе старость им не суждено было встретить. К тотальной ревности прибавился алкоголизм. Басов выпивал еще на фронте. Там алкоголем он заглушал страх, а в послевоенное время – усталость. Он очень много работал и был по своей натуре очень ранимым и грустным человеком. Хотя внешне казался весельчаком и балагуром. После выхода картины на экраны «Три плюс два» Наталья Фатеева стала звездой номер один во всем союзе. У нее появилась целая армия поклонников, среди которых был и космонавт Борис Егоров. Он также был кумиром женщин. Вот только не свободен, как и Фатеева. Он, герой своего времени, видный и не менее харизматичный, чем Владимир Басов, смог завоевать Наталью Фатееву. Так уж сложилось, но она снова увела мужа из семьи. Пара поженилась и у них родилась дочь. Но по иронии судьбы, у Фатеевой, Бориса Егорова, уведет подруга, Наталья Кустинская. Которая уверяла, что она вовсе не стала той злосчастной разлучницей. Фатеева, по мнению Кустинской, сама изменяла мужу, а Борис Егоров, далеко не глупый мужчина, обо всем догадался. Однажды он приехал к Фатеевой на съемки и узнал, что она изменяет ему с другим, известным румынским певцом, Лавелласом, который соблазнил ни одну женщину. И уж только потом ушел к Наталье Кустинской. Позже Наталья Фатеева так и не смогла наладить личную жизнь. А с годами прибавились проблемы со взрослыми детьми, а также здоровье безвозвратно пошатнулось. Похоже, проклятие Розы Макогоновой осталось с ней навсегда. А вот другая разлучница, хрупкая и нежная, с невероятно красивым голосом, сопрано, Людмила Сенчина, увела из семьи закоренелого семьянина. Вячеслав Тимошин сам когда-то разрушил брак Татьяны Пелецкой и Константина Пелецкого. У них был крепкий семейный союз двух любящих сердец. Она – красивая и немного дерзкая, известная актриса, снявшаяся в фильмах «Разные судьбы», княжна Мэри, невеста, и он – офицер-подводник, статный, видный мужчина. Вместе они были прекрасной парой. Но Константина изводила запредельная ревность, супруги ругались, но быстро мирились, потому что любили друг друга. И ревновал он небезосновательно. Поговаривали, что именно Татьяна Пелецкая разрушила брак Олега, Басилашвили и Татьяны Дорониной. Но потом в жизни Пелецкой встретился другой, солист Ленинградского театра музыкальной комедии, Вячеслав Тимошин. Актриса потом вспоминала и говорила так, случилась большая любовь, сметающая все на своем пути. И, конечно, эгоистичная. Мы оба не были свободны, но ничего не смогли с собой поделать. Актрису даже не останавливало то, что ее дочь, Наташа, очень переживала, что родители решили разводиться. Пелецкая ушла к Тимошину, и жили они довольно счастливо. Как только зарегистрировали брак, стали налаживать быт. Пелецкая также вспоминала, что жили весело, дом был открыт для друзей. И она была уверена в муже на все сто процентов. Она думала, что у них в семье царит любовь, взаимопонимание и доверие. Но так было до момента, пока Вячеслав Тимошин не встретил юную Людмилу. Ему было сорок один, а ей всего лишь девятнадцать. И она, по сути, годилась ему в дочке. Но разница в возрасте никого не смущала. Людмила Сенчина родом из сельской местности Николаевской области. Первые четыре года жизни у нее не было имени. Родители называли ее просто дочкой. И родилась она дома, прямо на печке, причем роды у матери принимал ветеринарный врач. Мама, еврейка по национальности, работала учительницей младших классов в сельской школе. Отец был директором местного дома культуры. Сам он вырос в таборе цыган, расположенном в том же селе, куда его в младенчестве подкинули. Поэтому своего происхождения он не знал. Но именно цыгане и спасли будущую певицу. Людмила очень болела в младенчестве, и врачи давали самые неутешительные прогнозы. Тогда отец за пазухой отнес дочку к цыганам, а те отпоили ее травами, и она выжила. Потом семья переехала в Кривой Рог, где Люда пошла в школу и активно занималась в драмкружке. А после школы отправилась в Ленинград. Уникальный сопрано педагоги оценили. Есенчина поступила в музыкальное училище на отделение музыкальной комедии при Ленинградской консерватории, по окончании которого была приглашена в труппу Ленинградского театра музыкальной комедии. Исполняла ведущие роли в постановках, заявив о себе не только как талантливая певица, но и как актриса. Именно в те годы Людмила Сенчина и познакомилась с Вячеславом Тимошиным. Для Татьяны Пелецкой предательство мужа стало настоящим ударом. Актриса впала в депрессию. А Людмила Сенчина вовсе не считала себя разлучницей. Она говорила, что в семье Пелецкой и Тимошина и без нее все было не так гладко. Вячеслав хотел иметь детей детей, а Людмила не планировала прерывать карьеру, тем более у нее уже была дочь от первого брака. Из-за разногласий по поводу отсутствия детей супруги ругались. И Людмила Сенчина считала, что если бы не она, то в жизни Вячеслава Тимошина встретилась бы другая, и он обязательно бы ушел к ней. Но Татьяна Пелецкая возненавидела всеми фибрами души разлучницу. Особенно, когда узнала, что ее бывший муж действительно женился на юной Людмиле, а та очень скоро подарила ему сына. И сына назвали в честь отца, Вячеславом. Брак продлился 10 лет. А потом Людмила оставила мужа и ушла к другому. Стас Намин, ровесник Людмилы, создатель рок-группы «Цветы», музыкант и композитор, стал тем, ради кого Людмила оставила Тимошина. Этот брак также продлился 10 лет. После чего певица вышла замуж в третий раз. Четвертую разлучницу, о которой мы хотели бы сегодня рассказать, осуждают до сих пор. Марина Зудина. Она тоже не постеснялась увести закоренелого семьянина. Ведь Олег Табаков и актриса Людмила Крылова прожили в счастливом семейном союзе уже не одно десятилетие, родили и воспитали двоих детей, а потом семейную идиллию нарушила Марина Зудина. Но она неоднократно говорила, что не собиралась уводить Олега Павловича из семьи, да и он ничего не обещал. Марина говорила, что всегда мечтала учиться у него. И все его ученики, без исключения, и девочки, и даже мальчики его любили. Это было настоящее обожание. Все им восхищались, и для всех он был авторитетом. Отношения между студенткой и преподавателем возникли неожиданно, даже случайно. Тайный роман длился целых 10 лет. Зудина и Табаков тщательно скрывали свои отношения, а когда о них узнали, то это стало сенсацией. Между ними была колоссальная разница в возрасте целых 30 лет. Тогда паре пришлось столкнуться с множеством трудностей, непониманием и осуждением коллег, косые взгляды соседей, разрыв отношений с родными и близкими. Большинство высказались в поддержку Людмилы Крыловой. Она очень тяжело переживала предательство Олега. Хотя актер и режиссер, будучи женатым с 1960 года, позволял себе, как он сам говорил, грешить на профессиональной почве. Об этих романах его жена, Людмила Крылова, наверняка догадывалась, но не воспринимала всерьез. Их дети, Антон и Александра, приняли сторону матери. Они долго не прощали отцу предательство. Антон со временем стал общаться с отцом, а вот дочь Александра так и не простила ему. Более того, она оставила актерскую профессию, как она говорила, чтобы оградить себя от общения с отцом и его женой. Потому как понимала, что рано или поздно их дороги будут пересекаться. За 10 лет тайного романа Марина Зудина стала сниматься в кино, сыграла много интересных ролей в фильмах «Валентин и Валентина» после дождичка в четверг. И свою первую квартиру она приобрела за собственные деньги. Хотя потом скажут, что Зудина вышла замуж из меркантильных соображений. Тогда никто не верил в серьезность их отношений и в прочность союза. Они, вопреки всему, зарегистрировали брак и прожили вместе 23 года. Марина родила мужу двоих детей, сына и дочь. Евгений Евстигнеев тоже влюбился в свои почти 50 в молодую и красивую актрису. Он – обладатель не самой красивой внешности, но при этом наделенный, как и Владимир Басов, природной харизмой и обаянием, был настоящим похитителем женских сердец. Актрисей Лилии Журиной Евгений Евстигнеев при первой встрече показался старым и страшным. А вот Евстигнеев, как только к ним в современник пришла Лилия, сразу заприметил красавицу и без памяти в нее влюбился. Хотя был не свободен, его и Галину Волчек связывал многолетний семейный союз. Но семейные узы не стали препятствием для достижения цели. Евстигнеев стал оказывать симпатичной девушке знаки внимания, несмотря на то, что она тоже тогда была замужем за знаменитым скульптором Олегом и Конниковым. Их союз казался крепким, по крайней мере, так думали все. Карьера скульптора развивалась стремительно, пара могла позволить себе роскошную жизнь, но от судьбы не уйдешь. Очень скоро Лилия Журина изменила свое мнение о муже примы театра. Евстигнеев показался ей не таким уж старым и не таким уж страшным. Правда, для того, чтобы выйти замуж за него, Журиной пришлось в сущности поплатиться карьерой. И хоть внешними данными ее природа не обделила, ее карьерным потолком стали роли девушки на пляже, в фильме «До свидания, мальчики, гости на приеме», в картине «Чайковский». Женщина с бельем, в фильме «Любимая женщина-механика Гаврилова», а также Инны в фильме «Старый Новый год». Она, молодая и подающая большие надежды в актерской профессии, просто вынуждена была оставить театр. За ее спиной коллеги постоянно шушукались, бросали на нее косые взгляды. Она не смогла выдержать такого морального давления. Ее мама, когда узнала, что дочь оставляет мужа, Олега и Конникова, устроила ей скандал и даже ударила ее по лицу, назвав дурой. А муж из принципа долго не давал ей развод. И только с третьей попытки пару все-таки развели. Сама же Лилия не считала себя разлучницей. Она говорила, что и без нее у Галины Волчек и Евгения Евстигнеева отношения не ладились. Волчек и Евстигнеев поженились в далеком, 1966-м. Но зять пришелся не ко двору. И только с рождением дочери и сына, отец Галины Волчек, известный режиссер, смог присмотреться к зятю и наладить с ним отношения. Познакомились Галина Волчек и Евгений Евстигнеев в школе-студии МХАТ. Скромная свадьба состоялась в кругу друзей. Он был на семь лет старше Галины, но внешне казалось, что разница в возрасте более десяти лет. Евстигнеев одевался старомодно, Волчек имидж мужа взяла в свои руки и очень быстро превратила его в московского модника. Да, в сущности, Евстигнеев многим обязан Галине Волчек, она слепила из него то, что получилось, и если бы не она, то возможно мы бы и не узнали о таланте Евстигнеева. Они были вместе и дома, и на работе, в любимом театре «Современник». Где все жили одной большой, дружной семьей, где один за всех и все за одного. И для Галины Волчек было огромным потрясением узнать, что муж закрутил роман с актрисой «Современника». Для Волчек это было предательством не только мужа, но и соратника. Однажды, на гастролях, когда у Галины уже не оставалось сомнений в изменах мужа, она собрала его вещи в чемодан. Вызвала к себе в номер разлучницу Лилию Журкину. И объявила мужу и ей, что теперь они могут жить долго и счастливо, а она им препятствовать не будет. И действительно, вначале у супругов все было хорошо, они жили в любви и взаимопонимании, но затем отношения в семье стали постепенно меняться. Как только Лилия ушла из театра, о ней словно забыли. Сложно сказать, почему актриса не пошла в другой театр, почему не пыталась пробить себе роли. Но ее карьера быстро пошла на спад, в то время, как у Евгения Евстигнеева, наоборот, стал отмечаться карьерный рост. Позже Евстигнеев ушел во МХАТ, а вот замолвить словечко о молодой жене считал ниже своего достоинства. Казалось бы, его не столько мужественная внешность могла бы не обращать на себя внимания режиссеров, но случилось как раз наоборот. Евстигнеев стал много сниматься и буквально переходил из одного фильма в другой. Лилия стала ревновать мужа и к профессии, и к женщинам. Начались скандалы, доходившие буквально до драк. У актрисы начались проблемы со здоровьем, и вскоре она пристрастилась к алкоголю, пытаясь заглушить тоску и уйти от реальности. Вскоре от ее былой красоты почти не осталось и следа. Она родила дочь, но семейный союз это не скрепило. Наоборот, актриса сетовала на то, что только ей приходится заниматься домом, в то время как муж пропадает на съемках. Лилия тяжело заболела, ее тело покрылось коростой. Она периодически проходила лечение в больницах, но результата это не давало. Она ушла из жизни очень рано, так и оставшись в тени мужа. Ей было 48 лет. Ее дочь потом скажет, что маме с папой нужно было развестись еще давно. Тогда бы она возможно осталась жива, нашла бы себя в профессии, работала и ее не сразила бы болезнь на нервной почве. Лилия Журкина с мужем прожили 20 лет, но последние три года Евстигнеев был увлечен другой. Его сердце покорила Ирина Цивина, ровесница его дочери. Сегодня мы рассказали о любовных треугольниках звездных пар советского кинематографа. Актеры – народ, увлекающийся, непостоянный, и случаи скандальных разводов среди них нередки и приковывают внимание общественности. Ирина Сковцева, Наталья Фатеева, Людмила Сенчина, Марина Зудина и Лилия Журкина получили немалую порцию осуждения в свой адрес. Их называли «охотницами за чужими мужьями». Но так или иначе, они искали свое счастье, пусть эгоистичное, но свое и часто не думали о последствиях. Причем, у каждой были свои причины строить свое счастье именно так.